чтобы приготовить турецкий плов рассыпчатый вам понадобится стакан я делаю вот здесь на двоих порциях вот такой чайный стакан риса смотрите рис вот такие тонкие макарошки не придают красоту плову сливочное масло и растительное масло тоже вот и такое вам понадобится дуршлаг и знаете как удобно сразу засыпаем стакан риса и тщательно промываем очень удобно кстати он у меня стечет и приступим к делу здесь у меня зелень была в уксусной воде всегда делайте профилактику от паразитов уксусная вода соль что поехали все приготовила я что приготовил эти макарошки промытый стакан промытого риса столовую ложку сливочного масла и вот стаканчик и вот посмотрите что я приготовлю так значит что мы делаем сковородка у меня уже нагрелась в общем так все это быстро делается вы себе просто не представляете на глаз масло очень вкусно когда все макарошки и сливочное масло и растительное знаете лучше почему я делаю сковородку вкуснее получается это уже проверенный метод так что так что вкусно вот я и делаю это значит маслица у меня растопилось и вот эти макарошки начинаем их жарить и нужно хорошо пожарить рис можно залить кипятком на 15 минут и потом готовить его а я прямо сейчас так делаю уже проверенный способ вот смотрите макарошки готовы теперь нужно пожарить рис знаете какой то такой степень чтобы он был как стеклянный и постоянно помешивать так вот коричневого цвета я когда приехала по другому делала раньше хлоп мы готовили с морковкой с курицей и знаете что когда первый раз приготовила я такой хлоп как узбекский с мясом и без курицы там не важно а я так много курицы положила он это представляете не поел вот морковку так что делать столько курицы я сама не съела лопнула я взяла это с значит курицу куски курицы промыла кипяченой водой горячей и поджарила и он поел даже ничего не заметил паха и приготовила вот такой ему один так что настроение все испортилось у него он отказался от ужина мне пришлось как-то выкручиваться и после этого я здесь ни разу этот плов не делала а вот у себя там в грузии очень любила такой мама так вкусно моя готовит его там его нечего в принципе и готовить ну вот он очень такой вкусный так что смотрите он очень какой приятный цвет такой как стеклянный становится как мы знаем на один стакан риса нужно два стакана воды холодный представляете я раньше горячий там у нас так надо делать а это холодный заливает готовить здесь одно удовольствие рис в начальной стадии должен быть на большом огне гореть вариться я сейчас вот так сделаю сразу залью два стакана чтобы реакция будет это же горячая смотрите приготовьтесь филеофизика опа увидите что я творю так добавляю соль на глаз я еще в интернете прочитала что можно черный перец сюда вот так чуть-чуть черный перец чуть-чуть и еще можно делать вместо воды использовать куриный бульон вот курицу вы сварили там или еще что-то вот можете вы использовать этот бульон тоже очень вкусно или бросают они очень многие куриные кубики я так не пользуюсь ими такой он получается вкусный так мы будем ждать пока вода выкипит именно на огромном большом огне не закрывая крышкой и любой обед у них любое блюдо делается все очень быстро я как говорила уже вам что они все заранее проваривают сваривают и прячут в морозилку расфасовывают по мелким пакетам я тоже самое так делаю фасоль я сварила допустим 3 стакана я знаю что у меня какая-то поздно что на второй день они не будут кушать это понимаете и все нужно делать только на один раз мы когда приходим в гости к заводке я заметила что у нее она открыла морозилку и у нее все по мелким пакетикам так распособлено и у нее допустим нету на газовой плите обеда ни кастрюли ничего и вдруг она раз через полчаса у нее такие обеды вот такие хозяюшки турецкие вот мне это очень нравится слое мясо отваривают они не так как я ждала раньше по два часа пока отварится у меня мясо допустим бульон в скороварке вода выкипает уже и когда она полностью выкипит вот так уменьшаю огонь накрываю бумажным полотенцем и крышкой и десять минут на самом маленьком огне оно должно томиться так десять минут прошло посмотрите какой маленький огонь посмотрим что тут происходит смотрите выключаю газ также это полотенце так я так делаю тяпочку полотенце а потом вот такое пускает оно у меня томится вот так друзья мои посмотрим что у нас с пловом ох я же вам сказала супер сейчас помешаю вот так посмотрите какой рассыпчат пивой воспользуйтесь моим советом рецептом посмотрите супер